Аграрный вопрос Аграрный вопрос Это в принципе вопросы национальной безопасности Потому что сохранение нашего населения Его работоспособность, его жизнедеятельность Его продолжительность жизни каждого человека Она так или иначе связана с продовольствием Производство продуктов питания выступает своеобразным индикатором Экономической ситуации в стране Принадлежность пищевой промышленности Ко всей промышленности и агропромышленному комплексу Подтверждает ее важную роль в сфере материального производства В социально-экономической жизни общества А также в решении задач обеспечения продовольственной безопасности государства Продовольственная безопасность региона Ее можно рассматривать с определенными ограничениями Продовольственная безопасность Она рассматривается в рамках национальной экономики По крайней мере в рамках единого таможенного пространства Я думаю, что нам надо говорить о продовольственной самообеспеченности региона В большей степени Потому что, ну как бы, общепризнанное понятие в науке Продовольственная безопасность страны Потому что в рамках внутренней страны Национальный рынок свободен У нас нет барьеров и преград И товары, они перемещаются на основе В принципе, эквивалентности, выгодности и так далее Не остались без внимания проблемы села Необходимо заметить, что без активного населения Как трудового ресурса Не будут произведены потребительские блага А следовательно, и говорить об экономике вообще не придется Оба понятия имеют два аспекта Социально-экономический и политико-экономический Они формируют национальные интересы страны Интересно посмотреть, что за население у нас сейчас в селе И потому как мы услышали, как мигранты у нас работают в основном Мы понимаем и знаем все, кто был в селе Что село у нас еще и спилось Некому у нас будет продовольствие производить Некому И не только потому, что туда профессионалы не едут Не только потому, что у нас наш аграрный вуз Не отдает в село профессионалов Но еще и потому, что там коренное население, которое сейчас живет Оно просто уже почти вымерло В рамках обсуждения заседания были затронуты темы вступления России в ВТО И первые результаты товаропроизводителей в данных условиях Обсуждалось влияние учреждений, сопровождающих сельское хозяйство На эффективность работы товаропроизводителей Отмечена важность повышения квалификации руководителей предприятий По итогам заседания органам власти будут даны рекомендации для решения поставленных задач Петр, ну вот закончилась конференция Вы как руководитель комиссии по аграрным вопросам общественной палаты Подведете итоги? Итоги уже подвел нас Альцент Александрович Соловьев, в принципе, зампредправительство И он все правильно сказал вечер Мне бы хотелось со стороны сказать Даже не руководитель комиссии, а со стороны потребителя Того человека, кто говорит Я люблю молоко, я люблю мясо, я люблю саратских производителей И всегда выбираю на полк Мне хотелось бы сказать, что вот такая позиция должна быть у всех граждан нашей области Люди должны понимать, что мы голосуем рублем Когда на выборах президента мы приходим в урну и ставим кресочек, галочек, какой-то знак И вот это голосование идет прямой А это вот рублем, то есть экономическое голосование Каждый рубль, вложенный в экономику нашего региона Дает нам дополнительные налоги Дает нам достопонентные рабочие места И здесь нет ничего страшного Прийти в магазин, просто просмотреть, а кто производитель И подумать, а кого я готов поддержать А у меня там, может быть, двоюродный брат работает на предприятии А у меня там, тесь там, он пенсию получает с этого завода То есть человек должен искать такие вот подходы Которые ему действительно ближе И вот инвестируя, так сказать, свои собственные средства Он должен, конечно же, ощущать, что улучшается у нас в дальнейшем качество продукции Улучшаются потребительские свойства Улучшается ассортимент То есть производители и потребители должны идти навстречу друг другу Но должны понимать, что они идут в одном направлении КОНЕЦ КОНЕЦ